Всем привет, мои хорошие! С вами Аки Эмили. И сегодня я снимаю для вас мукпанк. Здесь у меня роллы и куриные наггетсы домашнего приготовления. Мамочка с любовью приготовила для меня, а мы с вами будем кушать и обсуждать какие-то интересные истории, как и всегда. Итак, первое, с чего мы начнем, это куриные наггетсы, которые мама приготовила не просто в панировочных сухарях, а она купила хлопья несладкие и просто измельчила их, потом обмакнула. Как вы заметили, в последние несколько видео я снимаю в гостиную. Вчера у меня ночевала Шелля. Мы сейчас прямо до ночи смотрели фильм, который называется «Однажды в Америке». очень странный фильм, но очень пошлый. Кто хочет, кто любит подобный жанр, обязательно найдите, посмотрите. Ну, прям буквально несколько часов назад снимали для вас это видео с Айсель про роллы. Половину я ей завернула, а пару штучек осталось. Я решила снять для вас видео. Посмотрите, какие они красивые. На ночь особенно люблю роллы. Что-то плотненькое. Даже утром, знаете, особо аппетита нет. А вот вечером у меня как появляется аппетит зверский, это вообще прям меня не остановить. Макаем в кетчуп. Вкусно тече просто. Мне сейчас нам больше нравится, когда я снимаю в той комнате. В комнате для съемок, чем здесь. Я просто заметила, что в комментариях вы уже пишете, что вы соскучились по этой комнате. Я решила, почему бы нет. Шелли действительно очень стеснялась на видео. Ну, зато так много крутых комментариев. Спасибо вам огромное. Она очень обрадовалась. Вообще, для человека, который впервые снимает видео, комментарии очень важны. Например, я могу понять, что это хейтер, например, да, это человек, который всем пишет гадости. А, например, для Шелли каждый комментарий, он настолько важен. Мама настолько радовалась, когда видела комментарии, что люди пишут, что она похожа на нее. Вот такие вот дела. Помидорки. Свежие огурчики, помидорчики. Обожаю. Давайте наггетсы. Старайтесь дома вообще не выходить. Только вот эти доставки у меня. Начнем отвечать на вопросы, которые вы мне задаете в Инстаграме. Итак, первый вопрос. Сними мукбанг с братом. Я вам часто говорила, что он, к сожалению, не живет в Азербайджане, поэтому это физически пока что невозможно. Когда-нибудь обязательно. Айка, выложи видео про вирус в IGTV. У меня была такая идея, но, к сожалению, это видео весит очень много. так как оно снималось на Canon. Оно весит 20 гигабайтов, а память на моем телефоне 64 гигабайта. То есть невозможно его скинуть на телефон, да и вообще в айфонах есть такая штука, то есть с компьютера ничего невозможно кинуть на телефон. В общем, все не так просто, как в Самсунгах. Но мне... Но мне на самом деле очень обидно, что только мое видео заблокировали, я смотрю у других блогеров. У них подобные видео набирают популярность, и все круто. Вот. К сожалению, вот так вот получается. Я сначала выложила, мне его заблокировали, потом я поменяла обложку, выложила, потом я поменяла название, выложила. И каждый раз просто меня блокировали это видео, и в конце мне просто надоело. Пока что это видео я не удаляла, потому что действительно эксклюзивные кадры, как эвакуировали их всех. Какие роллы вкусные. Какие роллы вкусные. Сегодня постараюсь ответить на максимальное количество вопросов, потому что все жалуются, что я всегда отвечаю на один вопрос. Просто мне нравится отвечать как-то раскрыто, что-то рассказывать. Вот не просто да, нет, да, нет. Говорить какие-то истории. Следующий вопрос. Хотела подстричь челку. У меня в детстве был такой случай, не знаю, я вам рассказывала или нет. В общем, у меня были длинные волосы всю жизнь, за исключением одного промежутка времени. Сейчас расскажу. Так получилось, что маме всегда нравились короткие волосы, а мне всю жизнь всегда нравились длинные. мне кажется, женственность девушки как раз-таки заключается в волосах. И вот. Мне было где-то лет, наверное, 7-8, и у меня были достаточно длинные для этого возраста волосы. Мама сказала, что придет парикмахерша и подстрижет мне каре. Ты же хочешь ведь каре? А я не знала, что такое каре. Я думала, наоборот, мне сделают волосы еще длиннее. Я просто не представляла, что такое каре. В общем, пришла, я села, не перед зеркалом, то есть она ходила на дом. парикмахер шел. И просто вот так вот отстригла мне волосы и челку. Это просто совершенно мне не подходило. Вот вообще ужасно смотрелось. У меня было такое ощущение, что я в каске просто. Я так начала плакать, что, мам, зачем вы это сделали, зачем вы не спросили у меня, хочу ли я короткие волосы. Мама говорит, да на улице жара, зачем тебе такая длина волос? Мне всю жизнь нравится длинный волос. Вот никогда не было мысли вообще отстричь волосы. Мне иногда в комментариях сравнивают соленый, даже не соленый, с Олей Рапунцель. Меня это жутко обижает. Мне не нравится настолько длинные волосы, мне реально не нравится. Я считаю, что есть какой-то предел. Вот до попы это самое вот то. А насчет челки, я думаю, что мне это не близко. То есть, мне нравится, как мой лоб выглядит. Почему-то мне кажется, челка ныне настолько актуальна, как была, наверное, лет 10 назад. Сейчас редко кого-то можно встретить с челкой. А я знаете, что вспомнила? У нас была одноклассница, мне даже не одноклассница, из параллельного класса. Я просто про волосы вспомнила эту историю. Она, в общем, покрасилась какой-то дурацкой краской. Решила стать из брюнетки блондинкой, причем в домашних условиях. И так получилось, что она прям обожгла то есть голову. И она прям очень долго лечила голову. И все равно у нее вот в некоторых местах оставались проплешины, и там волосы уже не росли. Просто из-за того, что она как-то не подумала, решила осветлиться, непонятной краской. В общем, на этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всем желаю приятного аппетита, удачного дня. А я наелась. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok